Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы поговорим о 10 предметах, которые, на мой взгляд, должны быть в машине у каждого уважающего себя мужчины. И не важно, водишь ты грузовик, машину или мотоцикл. Ты хочешь быть подготовлен, потому что, когда ты готов, ты можешь действовать и в непредвиденной ситуации. Мы не можем предсказать будущее, но зато мы можем подготовить себя к тому, как вести себя в необычной ситуации. Я выжу машину уже больше 20 лет. Я покатался на всевозможных моделях, и я всегда старался быть готовым максимально к различным ситуациям, которые могли бы случиться. Это меня спасало много раз в ситуациях, когда я застревал где-нибудь по дороге. Это помогало мне в ситуациях, когда я забывал ключи в машине или даже когда я сбил оленя. Жизнь непредсказуемая штука. Кто-то по жизни более счастливый. Удача — это когда подготовка находит возможность для самовыражения. Так что каждый может быть счастливчиком. Если у вас будет что-то добавить, вы меня знаете. Просто оставьте коммент под видео. Антонио, ты упустил это? Или можно было детальнее поговорить об этом? В дополнение, есть статья на моем сайте. На ней я иду дальше, чем эти 10 вещей. Но в видео мы затронем только эти основные пункты. Что ж, поехали. Номер один. Держите с собой запасной ключ в машине. У меня есть грузовик, ему около 20 лет. И я спрятал в нем запасной ключ. Да, когда попробуешь завести с ключа, то начнет работать сигнализация. Но в любом случае это позволит получить доступ. Был случай, когда внутри заперся трехлетний ребенок. Моя жена закрыла машину, а ключи остались внутри. При помощи запасного ключа мы смогли открыть машину без того, чтобы разбивать окно. Так что найдите возможность спрятать запасной ключ где-нибудь на машине. Также хорошо иметь еще один комплект дома с датчиком, который может отключить сигнализацию. Номер два. Запаска. Держите запасное колесо и убедитесь, что оно не спущенное. Я как-то купил подержанную машину, она шла без запаски. Я не знал этого почти полгода, пока не проверил все, потому что она нам потребовалась. Так что убедитесь, что у вас есть запасное колесо и оно в рабочем состоянии. Также проверьте наличие инструментов и научитесь пользоваться домкратом. Лучше это сделать сейчас при свете дня, чем в два часа ночи, держа в руках домкрат, и спрашивать, как пользоваться этой штукой. Также инструменты. Обычно их нет в машине, так что убедитесь, что умеете ими пользоваться, и они у вас есть. Номер три. Возите с собой хорошую аптечку. Купите себе набор или соберите свой. Я собирался сам со своими детьми. Два комплекта для дома и один в машину. Она всегда может пригодиться. Знаете, дети поцарапались где-нибудь, например, моя дочка. У нас в аптечке есть специальный пластырь для принцессы. Но очень важно, чтобы в ней был буклет по оказанию первой медицинской помощи. Со своими детьми я работаю и обучаю их тому, что они должны сделать в той или иной ситуации. Так что аптечка – это важная часть в машине. Номер четыре. Прикуриватель для аккумулятора. Если у вас в машине нет такого, тогда остановитесь, перейдите по этой ссылке и узнайте, как выбрать себе прикуриватель для машины. Очень важно иметь прикуриватели. Я живу в той части мира, где бывает очень холодно. У меня не просто провода. У меня также есть целый прибор для прикуривания. Этот прикуриватель от GNC. Я его использовал раз в 20 за последние несколько лет, чтобы помочь водителям или соседям завести машину. Номер пять. Держите в машине яркую куртку. Я понял, что это действительно очень нужная вещь в машине. Когда я останавливаюсь ночью на трассе, то я надеваю такую куртку. Она отражает свет. Если холодно, то она может меня согреть. Если детям холодно, то я могу его использовать как покрывало. Или если кто-то пострадал на дороге, я могу его использовать как покрывало. Убедитесь также, что он водоотталкивающий. На случай, если вы зимой во время метиле отправитесь пешком на заправку за бензином, эта куртка пригодится очень кстати. Номер шесть. Набор инструментов. У меня есть набор инструментов и перчатки в багажнике. Я очень редко, когда ими пользуюсь, но все же бывает нужно. Этот набор сделан компанией Стэнли. Он хранится у меня в багажнике, и точно такой же набор есть в машине моей жены. На случай, если в пути что-нибудь вышло из строя, и надо подкрутить какие-то болты, или если вдруг ты сбил оленя, и тебе надо избавиться от мелких поломанных деталей, чтобы ехать дальше. Вот для чего он. Номер семь. Вода и еда. Вода более важна. Ты не можешь без воды более двух-трех дней. Без еды можно спокойно и неделю прожить. Я храню в машине военный сухпайок. Если дети начинают капризничать, что хотят кушать, то у нас есть набор. Но его никто не трогает, если ситуация действительно не критичная. В машине я держу шесть таких бутылочек, а в бусе – восемь. Минимально надо выпивать полтора литра воды в день. Я думаю, в критичной ситуации и пол-литра будет достаточно. Повторюсь, это для непредвиденных ситуаций. Номер восемь. Это фонарик. У меня такой фонарь, от компании Мэдлайт. У него хорошая батарейка, она долго держится. Также я держу запасные батарейки в машине. Если вы не пользуетесь фонарем, то вытащите батарейки и поставьте их в пластиковую сумку. Мне нравится этот фонарь. Я могу его использовать и как молоток, и как оружие, если к машине вдруг пристанет какое-то животное. Но в таком случае я лучше останусь в машине. Номер девять. Это запасной кошелек. В нем я храню 25 долларов наличкой. И 10 долларов монетами. Также в нем хранятся просроченные права и кредитная карта. Вдруг надо будет показать какое-то удостоверение. Люди часто не смотрят на даты. Кредитку я проверяю каждые полгода, чтобы она работала. На всякий случай. Последний пункт. Номер десять. Карта. У многих сейчас есть GPS, и вы скажете, что карта вам не нужна. Но есть места, где нет никакого сигнала, и тогда карта вам покажется очень полезной вещью. Насчет тех предметов, которые не попали в этот список. Я о них пишу в своей статье на сайте. Там есть информация про салфетки. Бизнес-карточки. Хороших книгах. Об огневе. Скотчи. Солнечных очках. О средствах гигиены. Когда мы возвращаемся домой поздно, то мы чистим детям зубы. Так как они всегда уже спят, пока мы доедем. Кассета с мотивацией для морских пехотинцев. Окей, ребята. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Читайте статью, и увидимся в следующем видео. Берегите себя. Продолжение следует.